Здравствуйте! Сегодня я хочу порисовать вот такую фотографию. Мне кажутся здесь очень красивыми цвета. Я думаю, что здесь применен фильтр. Ну, какой-то там фотографы знают эти все тонкости. Потому что оно как-то так... Снег розовый. Здесь такого розового почти нет. Ну, такой где. Так, с чего начну? Значит, фон. Фон буду делать голубой, а потом вносить на него оранжево-желтый. Можно наоборот делать оранжево-желтый и вносить голубой. Но я сделаю растяжку, потому что, смотрите, здесь по горизонту желтая. Это земля дальнего плана. Она тоже такая вот розоватая. Здесь вот какой-то розово-синий. Вот так розовая, вот так совсем, видите, синева. Ну, в общем, как бы в розовый немножко голубого добавлены. Знаете, вот он даже не фиолет, он все равно розоватый. Здесь вот дальний план из двух почти яруса состоит. Тоже вот такой серо-розовый. Потом идет оранжевый-желтый. Потом фиолетовый. И плавно переходит в бледно-голубой и чуть темнее голубой. Я сейчас лес сверху начну. Голубой, светлее голубой. Потом идет чуть розовинка. Тут фиолетовый. Вот он фиолетовый. Потом тут желтый совсем яркий. Видите? У меня есть и желтый, и средний кадмий. Потом опять оранжевый. И оранжевый уже идет в такой пыльную розу. А это вот розово-фиолетовый тон. Хочу все тона эти выдержать. Даже если они вообще вот тут с друг с другом не гармонируют. Это как тень, так и вверх. Видите? Теневая вот такой вот цвет. И вот это теневая... Ну, правильно. Это же теневая сторона. Там-то световая вот у домика. А это теневая. Во. Видите? Правильно? И теневая такой же... Такой серый. Серо-голубой. Вот как я делаю обычно серо-голубой. Дерево я нарисую темное. Я буду делать серо-голубую для домика. И с этого же сделаю ветви. Ветки нарисую целлофаном. Целлофаном. Всю картину буду рисовать мастихином. Ветки только буду рисовать этим кисточкой. Потому что хочется такие извилистые сделать. Мастихин все-таки более промолинейно рисует ветки. Тоже сделаю под наклоном. Буду рисовать на холсте. Вот у меня холст. Такого небольшого размера. Он такой же примерно, как почти моя картинка. Видите? Он небольшой. Очень мне нравится. Я прям буду оранжевый накладывать прямо поверх. Хотя, если присмотреться, тут тоже тональности разные. Смотрите, окантовка идет розовым. Поэтому я могу судить, что можно положить розовый. А на розовый положить оранжевый. А на оранжевый желтый с оранжевым смешанный. Тут, тут. Да, и такой будет интересный. Правильно? И серый добавлен. Все равно. Вот они теневые сделаны. Добавлен серый. Точно так писать я не буду. Прямо один в один. Тут что-то такое. Тучки вот такие. Я буду все делать примерным-примерным вариантом. Вот. Мне очень она нравится. Сейчас я рисую серию простых пейзажей. Здесь мало действующих лиц. Видите? Ну, как бы мало деталей. Мало ли, не рисую я большие поляны. Такие с деревьями, леса и горы, косогоры. Я выбираю какую-то одну деталь. И хорошо ее прорабатываю для себя. Чтобы перейти на более сложные потом картины. Вы должны тоже потренироваться на простых картинах. Вот это будет у нас такая тренировка. Прямо на холсте. Хотите это на бумаге делайте. Хотите на холстах. В общем, что у вас есть. Я начала делать фоновую часть. Я смешала голубую ФЦ с белилами. Сделала растяжку к низу более светлый вариант. Потом внесла немножко сюда же красного. Краплак красный темный. И низ сделала более розовый. Теперь мне нужно сделать часть желтого. У меня немножко получается опущен. В общем, больше воздуха будет и меньше будет земли. Так как там земля очень такая в упрощенном варианте. Поэтому вся красота здесь, в этой картине, в небе. Вот я налила масло, крышечку маленькую и буду ее использовать. Потому что вы мне спрашиваете, много ли идет масла для работы. И насколько мне хватит этого, вот этого тюбика. Бывает, что даже на полгода мне хватает. При том, что я интенсивно работаю. Вы даже не будете обращать внимание, что он у вас расходуется. Это вот масло. Даже и не вспомните, когда вы его покупали в последний раз. Как вот я даже потом и не могу припомнить, когда это было. Поэтому как бы на масло я не обращаю внимания. А оно недорогое. У нас оно стоит 130, по-моему, 5 рублей. Ну, что-то такое. Вот такая цена. Можно растушевывать кистью, можно пальцем. Палец я вытираю в бумагу. Точно так же, как и кисть вытираю. Ну, естественно, кардинальные тона я не вытираю. Видите, вот я пользовалась здесь вот этой кистью. Я ее не вытерла. Я ее поставила подставку. Взяла другую под желтую краску. Если у вас одна кисть, конечно, вам придется там с ней как бы поморочиться. Ну, и тоже ничего не нужно там в растворителях мыть. Желтая. Теперь после красной еще даже низ оранжевый. Оранжевый нужно ввести в картины. Оранжевый я люблю уже покупать готовый. Конечно, его можно делать. Ну, это такой цвет, что вот, вы знаете, не каждая краска сделает оранжевый. Сделайте, но будут тональности какие-то такие другие. А хочется вот иметь. Я люблю знать, что вот у меня оранжевый, это как апельсинка. Мандаринка. Видите, я прокрашиваю их полосками. А потом вот так соединяю. Это будет низ. Так, теперь идет переход в пыльный тон. Опять-таки у меня серо-голубой. Я вот, смотрите, видите, эту ставлю. Она мне пригодится на тучи. А буду делать серо-голубые здесь планы земли. Здесь даже интересно получается. Разные тона мне на картинку разные тона выкладывают. Единственный недостаток в натуральных кистях, они ломаются кусочками маленькими, сламываются. И на картине нужно все время смотреть, чтобы не попадались эти мелкие ворсинки. Вторая часть горы здесь немножко еще темнее. Видите, как мы будем рисовать такие горки, затемняя. И книзу высветляя. Создавая тем самым такую многоплановость. Здесь у нас домик будет. Серо. Тут у меня такое серо-голубое. И фиолетовое. Видите, как интересно тут с тонами можно поиграть. Даже пусть не попадут четко там по тональности, но такое что-то примерно ощущение у меня будет. Значит, тут надо придавить край горизонта. Чтобы два кардинальных тона, оранжевый и серый, тоже так между собой срослись. Но вот так растушевывать нельзя. Значит, если так, я грязь понесу. Только вот так по линии написания вот этого горизонта. Там у меня внизу от карандаша осталось. С этой полосочкой я буду ее... Значит, руку надо вытирать тоже. Потому что если... Смотрите, я вытираю, вот я рисую рукой. Видите? У меня нету таких сильных... Светлые тона так вообще не дают на пальцы грязи. Только если черный, синий, вот они очень такие броские тона. Вот я так же вытираю, потому что рисую руками. А это, представьте, я бывает по 4 часа рисую, и у меня растворитель будет пахнуть. У меня руки будут здесь с растворителем. Кисти... Ой... В общем, даже не хочу я об этом и говорить. Масло оно не пахнет. У него запах... Ну, какой тут? Ну, запах так масла такого, знаете, как... Ну, не знаю, даже не машинного. Ну, просто вот какой-то такой запах. Ну, оно же натуральное, в нем ничего нет. 4 года срок хранения, пожалуйста. Вот. Состав масла льняное. Видите? Никаких ни растворителей, ни... Ничего... Не вредно. Экологически чисто, считаю. Тем более, как... Сейчас это все стремятся к органике, там, питании. И это будет органик. Вот у меня, считайте, картины, будет органик все. Очень даже полезные. Ну, не вредные, во всяком случае. Но, насколько можно. Пусть тут пигменты какой-то там дают своеобразие. Ну, они дают только при рисовании тут мы к ним прикасаемся. А если будет картина висеть, это все будет довольно-таки невредное. Вот она, значит, сильно заросла краска, да? Вот. И мне нужно ее поменять. Вот я ее вытираю. Все, с нее снимаю густоту. Она-то в голубом тоне, но она не несет уже много краски. Я уже могу сделать здесь вот розовый тон. Вот. Розовый. Вот мне надо чуть даже темнее, чем вот этот. Краплак красный. Вот. Это что масло касается. Теперь, что касается, значит, комментарий поступил о том, что лучше бы я рассказала бы людям там... Ну, в общем, человек возмущается, что я говорю, что можно рисовать на бумаге, что это нормально. В общем, возмутился человек. Ну, я так понимаю, что человек с опытом художественным. Потому что сказал, что нужно, значит, лучше бы я там проклеивала бы и бумагу там, и имприматуру делала для бумаги. Ну, как бы вот там такие, ну, как бы, как слова называются, когда профессиональные, да? Значит, что я по этому поводу думаю? Ну, человек высказал свое мнение. Он посчитал, что, значит, он высказывать может. Ну, я же тоже могу, правильно? Я же тоже такой же человек. Значит, смотрите. Я считаю так, что нам изобретены уже холсты в магазинах. Они уже там сделаны на ткани, на определенной. Они, значит, сделаны, покрыты уже они всякими грунтовками. Бери называется и рисуй. Зачем опять уходить куда-то в дебри, изучать то, чего уже у нас нигде нету? Где я эту ткань возьму? Льняную, например, или там еще какую-то. Ну, пошла я посмотреть эти ткани. Думаю, ну, ладно, я обращу внимание. Мне в тканях говорят, все берут какую-то там двунитку. Я ее тоже посмотрела. И что я с этой двуниткой там буду делать? Понимаете? Если я пошла, вот отдала, например, там 350 рублей за холст. И я себе рисую, спокойно сижу, я знаю, что у меня ни краска не отвалится от такой двунитки. Понимаете? Все мои труды не пройдут даром. Вот. А то я нарисую красивую картину. Она там покроется какими-нибудь бяками. Потому что я где-то неправильно проклеила холст. Или неправильно его промазала чем-то. Сейчас очень много этих всех материалов, пожалуйста. Занимайся и занимайся. Что там придумывать? Это примерно то же самое, когда вот видят, что я рисую горизонт под линейку. И начинают говорить, зачем, мол, рисуешь, если положено без линейки чертить. Ну, положено. Вам пусть будет так. А мне зачем это? Мне нравится линейка. Для меня линейку изобрели. Я очень благодарна человеку, который изобрел линейку. Мне она помогает. Это я так думаю. Я продолжаю рисовать. Теперь я наношу более темным тоном на поверхность земли. Там у меня такой получился розово-синий тон. Ну, почти фиолетовый. Ну, такой, ближе к розовому. Две краски. А вот тональности можно придумать и чернильный, и фиолетовый, и розоватый. Ну, пурпурный, наверное, называется. Я знаю, что много всяких таких вот. Там фуксия. Ну, все это такие, знаете, розовато-синеватые тона. Вот от количества синего или красного названия другие. Вот я делаю углубление. Теперь я начинаю рисовать домик. Домик я буду рисовать темно-серым цветом. Я его сделала из коричневого. Я брала умбруженую. И из голубого фице. Ну, это синий цвет. Ну, можно брать любую синюю и любую коричневую. Ой, ну да, любую синюю и любую коричневую. Получается такой сиренево... Нет, не сиренево. Серо-голубой тон в разбелье. А когда ее не разбавлять ничем, она почти черная. Эту краску я часто применяю в картинах. Применяю, рисую и этой краской веточки. Даже там, где, казалось бы, нужно кардинально черный. Все равно я стремлюсь эту краску применять. Потому что в разбиле с другими красками она мне будет давать серый цвет. И мне будет ею легче, ну, например, там, исправлять. Или она будет не так пачкать все вокруг, знаете, вот, забивать собой. Потому что черная, особенно сажа, она такая красочка слишком въедается. Вот, ну, конечно, на этой картине вот этот цвет контражура, он делает детали совсем черными. Поэтому после того, как я вот нарисовала уже все деревья, и в конце мне все-таки захотелось затемнить еще эти детали. Не всякие картины выдерживают черный цвет на себе. Но здесь я рисую в основном закаты. И закаты такие рисую цветные. До этого я их рисовала желто-коричневые закаты. Сейчас я вношу более разнообразные тона в небо, в небесный свод. Это более раннее время, знаете, начало заката, наверное, вот так. А может быть, конечно, все эти картиночки авторы немножко, ну, в общем, ретушировали фильтрами. Сейчас возможностей, благо, для этого много. Но мне нравятся такие яркости. Даже вот кардинально измененные тона в небе. Их рисовать просто. Хотя вот если первоначально вы когда смотрите на картинку, вы думаете, как же я буду наносить эти все облака такие яркие в картину вносить. И раньше еще я, знаете, не стремилась рисовать именно картины вот такой яркости. Почему? Потому что не могла нарисовать эти облака. Я их рисовала сразу кусками, ну, в общем, рисовала карандашом места под будущие облака. Потом рисовала, вырисовывала куски неба оставшиеся. Здесь добавляла эти облака. Потом мне надо было это все стушевать. У меня получилась грязь. И в конечном итоге у меня как бы эти облака были не очень красивые. И как бы, ну, я старалась выбирать более спокойное небо. Все эти закаты, ну, там, не знаю, сколько картин я рисовала. Ну, в общем, не стремилась к этому. Потому что они не совсем я понимала, наверное, как это делается. И, вы знаете, вот совсем недавно, рисуя с вами, занимаясь по урокам Афремова, когда я поняла вот этот градиент цветовой, когда он распространяется от фонаря по листве, что все-таки надо соблюдать. Вот если положил на синий, а ты розовый, сверху розового, пожалуйста, можешь уже класть и оранжевый, и желтый. И ничего страшного. Конечно, я могла внедрить в эту картину прямо оранжевый на синий цвет. Я сейчас расскажу про облака. Ну, вот пока я рисую домик, я хочу об этом как бы поговорить. И получалось так, что эти облака, они, если вот наносить прямо оранжевый на голубой, они вообще не смотрятся. Понимаете? Это неправильно. И глаз это определяет, что это неправильно. Получается такой, ну, грязный голубой тон. Нету и сущности. Поэтому я в этой картине применила вот этот навык, который я приобрела, занимаясь вот этими пиксельными картинами. Очень здесь красиво ложится розовый. Посмотрите, как я... Я просто навела, значит, крапла красный темный навела с белилами. И мастихин я беру вот этот растушевочный большой. Почему? Маленький мастихин позволяет провести маленький кусочек большого такого однородного облака. Но оно здесь не однородное, потому что я розовый там не сильно вымешала, чтобы он был тоже в переходных таких тонах. И большой мастихин этот растушевочный мне позволяет... Вот видите, я даже добавляю, вот если мне хочется сделать где-то поярче, вот добавляю даже красочку. Вот розовый на голубую ложится, ну, прекрасно, потому что он у нас в переходном тоне. Вот он делает, что максимум он может навредить чем? Сделать фиолетовый, ну, разве это навредит он картине? Он только ее улучшит, правильно? Ну, я имею в виду сочетание голубого и розового. Только сделает бледно-бледно-фиолетовый на своем вот соединении подложки вот этого небесного свода нарисованного. И, пожалуйста, вот я мастихином хорошо наношу формы примерные, формы облаков будущих, оранжевых моих, будущих ярких. Ну, какая красота! Можно прямо оставлять. Вот даже в таком тоне. Вот понимаете, любую картину, вот рассматривая, ее можно рисовать вообще в разных тональностях. И даже если конечный результат у меня будет отличаться, это ничего, потому что мне во время рисования может понравиться что-то другое. Или я захочу добавить. Я это себе всегда разрешаю. Я не копирую настолько фотографии, чтобы зажимать свое творчество. Понимаете? И надо вы, как говорят, раскрепоститься, да, чтобы не иметь страха перед картиной, не иметь страха перед краской, как обычно люди. Это закрепощение, это все недозвольности, которые вам говорят там. А вы для себя скажите, я себе разрешаю нарисовать так, как я хочу, как я вижу это произведение. Потому что каждая картина – это то, как художник видит фотографию, как художник видит окружающую среду вокруг себя, понимаете, как он ее воспринимает. Это ведь не мы же, ну, как я и в прошлый раз говорила, мы же не ксерокс, чтобы вот откопировать и все, и а-ля-у-лю. Нет, здесь мы пишем вот своим видением, как мы видим этот мир, или как мы считали эту фотографию. Я могу не заметить какие-то детали, я их могу не нарисовать. Потом через какой-то период времени увидеть там фонари, как у меня было до этого, я рисовала пейзаж, абсолютно фонарей не видела. Ну, не видела и все, не дано мне было их видеть. Видите как? Потом увидела, удивилась. А какой-то человек увидит, сразу будет просматривать, и подумать, что автор что-то вот упустил. Вот такое бывает. Теперь, значит, по облакам. Смотрите, я уже нанесла розовые, я вижу, как они расположены, мне это все нравится, я могу вносить оранжевый. Я его вношу и стараюсь не влезать им на голубой цвет. Там, где я влезла, и там, где мне пришлось, это, ну, нечаянно, мастихин все-таки длинный, им надо тоже поучиться руководить. И он зашел у меня на синий. И я вижу, как этот оранжевый, просвечивая синий, становится, ну, не очень красивого цвета. А тот, который лежит на розовом, очень красивый, очень светится чистотой своего тона. Внизу, там, где желтый, я оранжевый смешиваю с желтым, немножко белил добавляю, я его делаю светлее. И книзу рисую, как бы, облачную перспективу, засветляю облака. И также я их засветляю немножко снизу, потому что, если светило находится внизу, естественно, все остальные облака снизу будут подсвечиваться, и сверху у них будет, как бы, слегка теневая. Что на фотографии мы прекрасно видим теневую, легенькую, и эта теневая даже в облачках, в кое-каких, прямо на синем тоне лежит. Сейчас, смотрите, я нанесла все детали и разглаживаю краску. Мне нравится, можно оставлять вот детали фактурные, если вы хотите. Видите, я разглаживала, придавливала, и как бы сращивала два тона, делала это одно облако. Вот, я сращивала оранжевый и розовый. У меня получалось это облако такое немножко выпуклое, выпуклое, цветом оранжевым к нам сюда, ну, ярким. Теперь я взяла там серый тон, кисточкой, легкими прикосновениями, такими штриховательными движениями. На кисточке очень мало краски, мало. Здесь я ее как бы слегка в голубой втираю, потому что это мне хочется иметь, облака в виде таких, ну, как бы дымочка, дымочка такая, дымочка легкая. Чисто интуитивно, где я хочу, по верху, по над верхней частью облака или на голубом тоне, я проставляю пятнышки. Чисто интуитивно. Я просто вижу на картинке, в какой стороне их больше, и рисую образом, то есть я цветом рисую, даже не образом самих точек, сколько всем, всей картиной. Я вижу картину целиком, тем более здесь картина небольшая, ее хорошо просматривать. Для этого художники прищуриваются, отходят. Я снимаю очки, у меня зрение сразу размывает мне картинку, и здесь я рисую не самими, в общем, этими контурами, как бы вещи, а рисую всем цветом, смотрю на картину всем цветом. Где у меня этих темных пятен больше на картине, где меньше, понимаете? Получается очень так интересно, и так легче проставлять теневые. Вот прищуривайтесь, снимайте очки, отходите от картинки. Но отходить, подходить, это, конечно, хорошо, но для меня, это когда человек стоя рисует, он делает шаг назад, шаг вперед, для него это как бы физически возможно. Я же сижу на стуле, мне нужно его отодвигать, это надо картинку ставить прямо, поэтому я вот пользуюсь вот этим методом, я снимаю очки, прищуриваюсь, и мне это тоже самое удаление, у меня все размывается, и я вижу только тона этих самих пятен, тона пятен. Вы даже тучки будете видеть пятнами, и вы легче вам будет смотреть, правильно ли вы их расположили. Теперь я начала рисовать скелет дерева. Я его рисую, опять же, этой серой краской, я подготавливаю этот скелет под рисование целлофаном. Я вырисовываю только центральную большую ствол, и центральные большие ветки. Слишком мелких я не рисую. Если вы хотите, вы можете, например, этот же пейзаж рисовать не целлофаном, а самостоятельно там выбрать себе вариант, то ли будете маленькой кисточкой выписывать каждую веточку, и тогда вам нужно на конце больших веток рисовать как бы такие веники из мелких веток. Я рисую это целлофаном, я вам уже говорила. А еще, возможно, кисточкой, даже малярной, ну, тоже подобрать нужно отлип красивый, чтобы вы могли создать такой веер. Знаете, как вот хвост у павлина. Здесь я точно так же этот раскладываю веер в дереве. Ну, форма моя получилась слегка вытянутая, на фотографиях там более круглая. Это вы уже для себя сами определите, как вам это понравится, и так вы сделаете. Я люблю переворачивать холст, он у меня не закреплен. Это у меня холст на подрамнике я рисую в этот раз. Также я не закрепляю бумагу. Мне предлагали ее закреплять, но вы знаете, получается, что у меня пропадает свобода действия. То есть я не могу повернуть листик, как мне нужно, под наклоном его положить, тоже не могу. И еще когда рисуешь на бумаге, то выходишь за рамки, здесь выйти невозможно, потому что есть расстояние до планшета или до стола. А на бумаге, конечно, я пачкаю планшет, поэтому я все время его вытираю. Представьте, если я прикреплю этот листик, я вокруг картины напачкаю, и у меня глаз будет видеть неправильность изображения, все время мне будет сигнализировать, что у меня там начеркано не так, как нужно. Вот понимаете, я вытиру, и у меня квадрат получается четкий, и я в квадрате вижу само правильное изображение. А когда вот эти стики, ну как они эти малярные ленты обычно прикрепляют, я эту малярную ленту, она мне все время перед глазами метелится. Потом вот эти полоски разного тона, разных красок, грязь, создавшие вокруг, затем, в общем, портят мое вот изображение, видение чистоты, потому что картина все время прибирается, чтобы никаких то пятен лишних тут не нарисовать, как тучи должны не рисоваться, вот, например, туча нарисовалась и заканчивается сразу при, в общем, ну, с краю картины. Нет, она бывает так, что она в край картины входит, например, своей срединой. И если я, например, нарисую дальше, раз, и у меня там начерканности будут такие от этой тучи, я буду думать, вот я тучу не дорисовала, хотя я это уже как бы на столе рисую, поэтому, ну, в общем, вот это может быть моя особенность, но мне вот эта вот грязь, которая вокруг картины создается, если я ее приклею этот листик на скотч или на малярную ленту, я его приклею, мне будет все время не хватать вот чистоты, поэтому я вот этот планшет мне позволяет, тут пленка, я ее вытираю, и у меня все время образ вокруг картины все время чистый, и я вижу, где у меня вот, ну, в общем, такая вот недостатки меня эти, ну, как бы не в хорошую сторону при рисовании. Сейчас я нарисовала дерево, и мастихином я прокрываю, ну, в общем, я мастихином прочеркиваю веточки мелкие в дереве, мне показалось это интересным, ну, вы сами знаете, что я это все время применяю мастихин, вот, если картина этого у меня просит, я это делаю, вот, ну, просится это изображение, чтобы я его так сделала, подчеркала. Ну, это тоже не панацея, это мое такое какое-то видение, изображение, поэтому захотите вы делать это или нет, это ваше дело. Также картину эти деревья вы можете просто рисовать темным цветом, ну, выбрать какой-то другой черный, не сажу, хотя можно и сажу, если аккуратно, аккуратно. Значит, я уже вам говорила, что отлип от полиэтилена или салофана, вы делаете, как будто вы одним ударом ударяете, но не протягиваете в это время пленку. Если вы протянули, вы смешиваете цвета, и у вас получается тут же грязь. Цвета нужно просто удар и отлеплять, вот, что на удачу получается, то получается. Если делаете это сразу и не жалеете краску, нанося на тампон, вот, я не жалею, я прямо с густком это делаю. Тогда получается очень красивый отлип. Похож на веточки, на массу веточек, на веничек, которые отходят от ветки, и в конце всегда такие веники из мелкой, этой, из мелких веточек. В общем, красиво получается. Я добавила блики на крышу дома, также я добавила блики по дорожке, потому что мне захотелось здесь объединить картину, не только сделать внизу такой фиолетово-розовый тон и все, а все-таки захотелось сделать такое, ну, объединение, такой яркий, яркий закат верха, пусть у меня будет такой небольшой дорожкой световой, даже если у меня здесь сам диск солнца не нарисован, а как бы вот остаточное явление, или оно у меня где-то там спрятано, ну, в общем, не нарисован диск солнца, хотя можно здесь его нарисовать, пожалуйста, вон, в желтом нарисовал, да и все. Ну, в общем, так, без диска, может он где-то дальше на картинке, я имею ввиду, ну, как бы не вошел в квадрат фотографии, но я все равно сделала эти блики, они сделаны не по всему бугуру, а только на каких-то таких местах, на вершинках, вот я представляю, что у меня же там все равно неровности, и вот поверху этих бугорков я опустила, для меня сразу картина такое объединение получила, также я изменила цвет, крышу я сделала такими как бы этими черепичкой такой сделала, в общем, оранжевый прошла, там я желтый добавила, немножко украшалочек, это уже идет чисто интуитивное рисование, я как уже вам говорила, что добавляйте все, что вам нравится, не захотели такую крышу, сделали красную, сделали зеленую, что хотите, это все ваше, понимаете, ваше, потому что фотографию потом человек не будет сравнивать, это я для вас показываю сравнение, чтобы вы видели, что отступления могут быть, другой домик, другой формы, ну вот он у вас так задавался, так получался, вы оставляете то, что вам нравится, в этом и вся соль вот этого и суть рисования, вы оставляете, что нравится вам, не понравилась форма дерева, перерисовали, что-то добавили, ветки какие-то там добавили, или по дереву пустили блики, это в тот момент вы себе вот, что хотите, я себе разрешаю, все называется, потому что это наше, мы рисуем, не будет же человек сравнивать с фотографией, он эту фотографию никто и не увидит, есть у вас там это облако, или оно там розовое, или оранжевое, или что, будут смотреть на конечные ваш результат, и то, чем вы рисовали, никто знать не будет, салфаном, пленкой ли вы рисовали, там фольгой, человек будет только смотреть на ваш конечный результат, что у вас получилось, поэтому украшайте по своему мнению, по своему видению, все здесь вот такое, какие хотите дорожки, световые, теневые, дальше тени не вытягивайте, больше делайте затемнение, конечно, эти картины очень хороши тем, что свет такой контр-ажура, детали, которые на первом плане, он делает почти черными, и чем они чернее, что самое интересное, тем ярче у вас будет закат, вот так, здесь, в этой картине, мне не хватило теневых, мне не хватило черноты, изображения, поэтому я достала черную краску, хотя я до этого вам говорила, что я делала не черную, а совмещала коричневую с синей, делала темноту, мне не хватило этого сочности заката, вот лишний раз я убеждаюсь, и может быть, я в каждом видео говорю одно и то же, какие-то вот такие уже у меня образовались какие-то такие пунктики, ну ведь из этих всех пунктиков и пунктиков из этих пунктиков и вся картина сложилась, вы же понимаете, вот чем больше темноты дадите, тем ярче свет, вот так вот, хоть я это черный в какие-то периоды своей жизни вообще не понимала почему-то, но я думаю, что это навязанное мышление было у меня тоже, потому что я ведь разных художников смотрю, которые объясняют, что черный не применяйте, он там значит усугубляет, там пачкает и все такое прочее, но вы должны применять то, что нравится вам, не хватило теневой, добавили, черный, значит черный, я здесь черный я сделала ствол, ветки отходящие от ствола сделала черный, естественно, крону я не трогала, сам домик я тоже почти сделала весь черный, на своем домике я сделала двери окна, вы можете нарисовать людей, парочку людей, любите вы, чтобы по два человека было, рисуйте два, любите, чтобы с ними детки бегали, рисуйте маленьких деток, все это ваше, понимаете, также хороший опыт я взяла у опять эфремов, вы понимаете, вот какой все-таки человек оставляет след, да, вот каждый художник, вот поизучавший, оставляет след, вот как хорошо поработать над каким-то произведением, вот, ну, я имею ввиду над какой-то работой художника, вот я поработала и много для себя, вы знаете, взяла, вот, например, вот эти края, я увидела, что у него картины все этими, значит, разукрашены края, и прямо также наложены у него пиксели на эти края, хотя перед этим я очень много художников смотрю и они в конце картины свои всегда одевают в богатые рамы, ну, как-то вот так, здесь вот нет, и я теперь, вы знаете, делаю вот так, решила, что буду все так делать картины, какая разница, у меня что сохнет верх картины, что бок, зато висят, когда картины, я вижу отличия, вы знаете, эта картина висит, ну, как вот коробочка с конфетами, она вся вот законченное произведение, а те висят, вот, как сироты, ждут своих рамок, у кого вот бок белый, я, конечно, делала эти картины, вот такие раньше, рисовала сверху картины, бока я эти потом прокрашивала, потому что от палец остаются пятна, на стене смотрится некрасиво, вот, когда сохнет, и я потом, значит, белой краской это все прокрывала, но у меня белая еще быстро сохнет, еще акриловая, большая банка куплена в строительном магазине, акриловая для интерьера, ну, в общем, интерьерная краска, и я вот эти бока прокрывала белой краской, они у меня висели чистенькие, беленькие бока, но, вы знаете, вот, посмотрев работы другого художника, я для себя, вот, открыла такую прелесть, я теперь все время так буду делать, я могу продать картину без рамки, потому что она готова, ее можно повесить, сейчас есть много принтов, они тоже вот так натянутые, бока у них у всех закрыты, в принтах, вот, картины продаются в магазинах, правильно, и не во всех есть рамки, есть с рамками, но есть и вот такие, человек сам для себя выберет, захочет он рамку себе делать, какую, дорогую, или по средствам, или, знаете, есть же, вот, разный интерьер в доме, есть минимализм, вот, такое вот, что рамка будет, такая, темненькая, и без рисуночка, или она будет с вензелями, и золотом, поэтому, вот так, вот, на любое желание, вот, я их решила, значит, так сделать, сейчас вот я наблюдаю за своей картиной, вы видите, как на этой дорожке, вот, чуть-чуть я добавила, тут, значит, оранжевой, там, розовенькой, и желтенькой краски, вот, сделала на, на земле, дорожку, вот эту, а как она смотрится, как она картину украшает, как красиво горит, пятнышки горят на крыше, домика, по домику, я не рассказывала, как рисовать домик, здесь нужно еще поработать, я его тут, в общем, делала, делала, наверное, надо порисовать домики, потому что, вот это, знаете, ракурс, вот этот вот, когда рисовать надо дверь, такую, ну, в общем, здесь нужно поработать, я не стала объяснять этот домик, рисовала я его, вы сами видели, просто, без всяких заморочек, кисточкой нарисовали квадратик, правильно, главное, расположить крышу, чтобы она хорошо визуально считывалась, потому что, вот это, ее треугольник, под, под градусами, под градусами, ну, ладно, я, я, я про, я про другие градусы, в общем, треугольник, по этого, в треугольник крыши, под подворотом, нет, не так, тоже говорю, в общем, домик надо рисовать отдельно, хорошо потренироваться, и, наверное, в следующем видео, я хорошо с вами позанимаюсь над этими домиками, домики нужно научиться рисовать, потому что много картин, где домик, несколько улиц, пейзажи, такие, даже не городские, сельские пейзажи, они все состоят из домиков, и даже, вот, например, если мы начнем заниматься снова по Бобу-Росу, вы знаете, почти каждая картина у него имеет домик, а моя картина вот такая, вот что получилось у меня, вы можете сравнить, я вам показываю фотографию, показываю сравнение, может, я не попала тут немножко в тональность какую-то, здесь как-то у меня побледнее немножко, земля не такая сиреневая, как на той картине, ну, вот так получилось, так я подобрала цвет, также я крышу сделала другую, боково раскрасила, видите, как смотрится хорошо, картинка будет висеть, она будет вся полноценно готова, картина красивая, здесь главный герой закат, даже если у меня нарисован домик и дерево, все равно весь взгляд на простор небесный, буду рада, если вы мне напишетесь, понравилось ли вам это занятие, и картина, приглашаю всех на мои занятия, позаниматься со мной, пообсуждать картины, приемы рисования, приветствую всех, кто присоединился к моим урокам, а с вами я прощаюсь, до свидания, до скорых встреч!